В мае 2021 года жители частного сектора на окраине поселка Образцово оповестили о закрытии единственного проезда к их домам. Оказалось, что дорога на въезде к бывшему ДНТ находится в границах земельного участка собственника. Он предоставлял возможность проезда соседям в течение нескольких лет, но в этом году решил перекрыть путь, объяснив это началом строительных работ на своей законной территории. Причины по которым более 10 лет назад был продан участок земли, в границы которого попал исторически сложившийся проезд, неизвестны. Известно лишь одно – среди соседей конфликт. Решить такой сложный вопрос самостоятельно они не могут. Кроме того, идентичная ситуация с границами, как оказалось, возникла и с соседним участком, но там собственник не препятствовал проезду по его территории. Получается, что дорога есть, но юридически ее не существует. Обеспокоенные возникшей ситуацией жители обратились в администрацию округа. Решение проблемы на личный контроль взял глава Андрей Булгаков. По его поручению на место выехала замглавы Елена Суслина, чтобы детально выяснить, как можно помочь жителям, оказавшимся невольными заложниками чьей-то недальновидности. Владельцы участков рассказали, что они пользовались этой дорогой очень долго. Позиция собственника участка номер 141, решившего перекрыть дорогу, понятно. Однако риск оказаться отрезанными от внешнего мира, не иметь возможности подъехать и даже пройти к своим участкам, возник у владельцев десятков частных домов. На встречу удалось добиться временного компромисса. Самое главное, собственник согласился не перекрывать проезд до последующего решения проблемы. Возникшая ситуация требовала тщательной, детальной проработки и особого подхода. Было необходимо учесть интересы всех сторон. Сотрудники администрации провели несколько встреч с владельцами земельных участков. Выслушали мнение каждого. Внимательно изучив, какие есть возможные варианты решения проблемы, власти муниципалитета нашли выход из этого запутанного лабиринта. Для ознакомления с решением вопроса заинтересованные стороны были приглашены в администрацию. Межевой план, который предусматривает раздел. После раздела образуются два участка. Один остается в вашей собственности, по второму вы пишете заявление в Росреестре о передаче его в муниципальную собственность. Он делает аналогично. Межевым планом раздел на два участка. Один участок остается в его собственности, второй он передает вам. Собственник готов отмежевать часть участка, которая под дорогой, передать ее в муниципальную собственность. И соседи, в свою очередь, за проезд ему готовы отмежевать равную площадь с другой стороны. Аналогичная ситуация. То есть один и тот же собственник вот этого участка и вот этого участка. То есть 357 участка также нужен подъезд. И он понимает, что и следующим жителям тоже нужен проезд. Потому что это пожарная безопасность, медицина и так далее. И он тоже, в свою очередь, готов отмежевать часть своего участка под дорогу, чтобы отдать ее в муниципальную собственность. Выделение денежных средств из бюджета городского округа на данную процедуру межевания земли не предусмотрено. Владельцы участков должны оплатить все самостоятельно. Важно то, что теперь решение вопроса найдено, а следовательно и конфликт должен быть разрешен и проезд не перекрыт. В следующий раз мы с вами встречаемся здесь же, с разделенными участками, либо по вопросу заключения договора Мены, либо по вопросу выработки иного механизма. Выслушав предложение сотрудников администрации о решении вопроса, жители выразили благодарность главе округа и его команде. Вопрос очень тяжело. Это все годами решался. Бывшая администрация постоянно давала нам какие-то отписки. С мертвой точки сдвинулась. Спасибо благодаря администрации. Она подключилась и, в принципе, помогает нам решить этот вопрос. В делах житейских порой возникают ситуации, когда прийти к решению непростого вопроса быстро и безболезненно невозможно. Но этот случай доказывает обратное. Грамотный и детальный подход специалистов и представителей власти, способность всех заинтересованных сторон услышать друг друга, помогли найти выход.